Эфир телеканала Кубань 24 продолжает программу на стороне закона. Подборка свежих криминальных новостей, актуальные советы, как не попасть в беду. Здравствуйте. Похитил, надругался, а теперь получит по заслугам. В Краснодарском крае на скамье подсудимых оказался 37-летний мужчина. По версии сотрудников регионального управления Следственного комитета, на улице он приставал к 28-летней прохожей. Когда получил от нее резкий отказ, сила лишила ее свободы. Привез в укромное, как ему казалось, место и изнасиловал. Девушка провела в заточении три дня. Вырваться из темницы, которой стала для нее квартира ее обидчика, ей удалось благодаря неравнодушным соседям. Жертва улучила момент, когда мужчина ушел по делам и позвала на помощь. К счастью, ее крики были услышаны. Насильника задержали. Возбудили уголовное дело. Дознаватель собрал необходимые доказательства. Они подтвердили виновность подозреваемого. Дело с обвинительным заключением отправилось на рассмотрение служителей Фемиды. Теперь судьбу краснодарца решит суд. Сегодня ранним утром в аптеке поселка Ильского появился очень нетипичный посетитель. В торговый зал фармацевтической точки мужчина въехал на грузовике. Это произошло на улице Мира. Рулевой КамАЗа проигнорировал запрет на движение от электронного регулировщика. На проезжей части он споткнулся о Hyundai. Затем большой груз снес опору линии электропередач. Это изменило траекторию его движения. Так КамАЗ, которым управлял мужчина, не считающий следования правилам дорожного движения обязательным условиям поведения за рулем, и оказался в помещении аптеки. К счастью, все произошло ранним утром, когда на улице еще не так много прохожих, а в торговом зале аптеки не было ни провизора, ни посетителей. Сам же водитель испытал шок, но не получил никаких серьезных повреждений. Чего, конечно, нельзя сказать о здании, внутри которого он остановился. Отметился в сводках госавтоинспектора в Кубани еще один рулевой КамАЗа. На сей раз авария произошла в Олимпийской столице. Там лошади механически вступили в спор с живыми. Грузовой автомобиль под управлением мужчины на дороге сбил вольно гуляющих лошадей. Как животные оказались на проезжей части в Адлерском районе по пути на Красную Поляну неизвестно. Также до сих пор остается загадкой, где находился их погонщик. Рулевой грузовика слишком поздно заметил Скакунов. Он предпринял попытку избежать столкновения, но, увы, КамАЗ почти на полной скорости сбил лошадей. В результате ДТП травмированные животные блокировали проезд, что привело к образованию серьезного затора. В причинах и обстоятельствах этого нетипичного столкновения природы и техники разбираются правоохранители. А мой коллега Иван Алексеенко попытался понять, что мешает краснодарским автовладельцам на дорогах к краевой столице. Очень хотел протиснуться. Привлек внимание пешеходов на Кожевина и Брюсова человек на темном транспортном средстве. Ему нужно было поместиться перед белым авто, и он не заметил еще одну машину перед собой. Судя по всему, улицу заполнил визг тормозов и звук разбивающегося кузова. Однако мужчины сумели прийти к консенсусу. Полюбовно решить, кто из них был неправ, оформить самостоятельно документы, разъехаться каждый по своим истолам. А на кольце аэродромной «Красных партизан» большой грузовой автомобиль обидел белую малолитражку. Водителю первого авто очень нужно было выйти за предел окружности. Он повернул руль вправо. Жалко, что делал это он из внутреннего радиуса. Из-за несоблюдения одним правил дорожного движения второму предстоит пройти через другие круги. Поход в страховую, который обычно отнимает немало времени и нервов. Перенесемся на другое кольцевое пересечение «Красных партизан» и «Лукьяненко». Там при въезде на круг водитель белого авто посчитал себя самым умным и попытался протиснуться между двумя другими транспортными средствами. Сосед справа по пранее личных границ покорно стерпел, а вот тот, что стоял с другой стороны, нет. Он надавил на педаль газа, выдвинулся чуть-чуть вперед и поранил обидчика. Та же «Красных партизан», но на сей раз на стыке с Каляева. Черный автомобиль, как шпион в тылу врага, пытался пройти сквозь вражеский поток. Видимо, во мраке вечернего Краснодара он все-таки оказался незаметен. А может, ему просто попался слишком принципиальный оппонент. Они стукнулись, удар легкий. Повреждения, судя по всему, минимальные, но вот осадочек после неожиданной встречи, нужно полагать, остался неприятный. Догонялки по-краснодарски. Если вы хотите узнать, как эффективно заблокировать перекресток, посмотрите на действия водителя. И на марки, который выезжал с Алма-Атинской на Трубилино. Чем-то его не устроил тот ряд повернуть, в который ему предписывал свод правил. И он решил продолжать свой маршрут в левой полосе. Как жаль, что там оказалась отечественная легковушка. Всего несколько сантиметров не хватило хитрому рулевому для успешного маневра. Участники ДТП остановились, а вместе с ними и все, кому не повезло в это время оказаться в этом месте. И еще одно традиционно неподдающееся Краснодарское кольцо. На 40 лет победы и российской уже под конец дня пересеклись двое. Один хотел занять место в средней полосе, а второй уступать его не планировал. В итоге друзья по неволе задержались на этом месте явно дольше, чем изначально планировали. А ведь избежать столкновения могли помочь поворотники и чуть-чуть больше внимания на то, что происходит за пределами собственного авто. И снова на улице Одесской прозвучали выстрелы на сей, распрострадали окна уже другой квартиры. Ее жильцы, мама с маленькими детьми, к счастью, остались невредимы, но очень напуганы. Краснодарский снайпер выбрал время, когда граждане обычно находятся на работе. Атака на остекление в этот раз произошла утром между 11 и половиной 12. Напуганная женщина тоже обратилась за помощью к правоохранителям. Полицейские продолжают поиск шутника, который держит в ужасе жильцов многоэтажки в самом центре города, в районе кинотеатра «Аврора». За последние дни от жителей многоквартирного дома, расположенного на улице Одесской, поступило два сообщения о повреждении оконных стекол. В обоих случаях совпадает характер повреждений, указывающий и дающий основания полагать, что основной причиной происшествия может являться факт стрельбы по зданию из какого-либо вида пневматического оружия. В квартирах обнаружены посторонние металлические фрагменты, в результате воздействия которых и могли быть разбиты стекла. В настоящее время по обоим инцидентам проводится проверка, устанавливаются возможные свидетели и очевидцы, располагающие какой-либо значимой информацией. Напомню, впервые неизвестный снайпер заявил о себе в минувшую среду. Тогда он обстрелял окна пожилой дамы, живущей в квартире многоэтажки на улице Офицерской. Выяснять, кто именно развлекается таким общественно опасным способом полиция начала сразу после звонка первой женщины в дежурную часть. Правоохранителям предстоит изучить материалы камер видеонаблюдения на улицах и соседних зданиях. После блюстители порядка смогут принять соответствующее процессуальное решение. Тему продолжим в интервью. Начальник управления уголовного розыска Министерства внутренних дел по Краснодарскому краю Александр Бондарев расскажет, как в регионе борются с незаконным оборотом оружия, как часто раритетные пистолеты фигурируют в сводках правоохранителей и зачем нужно сдавать огнестрельное оружие. Александр Сергеевич, добрый вечер. Добрый. Часто бывает, что в сети появляются ролики, герои которых прямо на улицах ведут стрельбу из охолощенного оружия. Вроде бы, кажется, игрушки, но чисто визуально очень похожи на боевое. Скажите, пожалуйста, как в такой ситуации быть? Можно ли такие вещи делать? И существует ли какая-то ответственность за такие поступки? К сожалению, да, с законом об оружии не предусмотрено специальное разрешение на хранение, ношение и использование охолощенного оружия. Охолощенное оружие, я хотел бы остановиться на понятии и термины, Это оружие, которое конструктивно схожено с боевым оружием, однако не приспособлено для боевого выстрела. Выстрел производить из него можно, но боевой выстрел с целью прямого предназначения оружия невозможно. То, что не имеет специального разрешения, к сожалению, это действительно факт. И здесь мы будем выходить. И мы выходим на наше Министерство внутренних дел с инициативой о внесении, конечно, изменений и поправок в законодательство Российской Федерации о обязательном специальном разрешении хранения, ношения и владения охолощенным оружием. Но могу заметить однозначно, если в общественных местах это оружие будет использовано в любом направлении для производства выстрела, И есть уже такая судебная практика, лицо будет подвергнуто уголовному преследованию по статье 213 УК, это хулиганство. И там лишение свободы грозит до 5 лет. И такие судебные факты у нас уже имеют место быть. Что касается ретро-оружия и эхо войны, иногда такие предметы становятся орудием преступления. Как в этой ситуации поступают полицейские? Что у нас со статистикой на этот счет? Ну, со статистикой в 2019 году действительно она изъята, скажем, на местах боев во время Великой Отечественной войны, там, где проходила так называемая голубая линия, и немецкое оружие, винтовки Маузера и винтовки Мосина. Наши умельцы, к сожалению, умеют восстанавливать это оружие. И не сдавая его в правоохранительные органы и в Росгвардию, они реально несут уголовную ответственность за элементарное хранение и переделки и восстановление этого оружия. По двум статьям 222 Уголовного кодекса и 223 Уголовного кодекса. Хотя, конечно, у нас есть меры поощрительного характера, которые могут предусматривать за сдачу любого боевого оружия денежное вознаграждение. Что касается охотничьего оружия, в каком оно статусе и как часто оно мелькает в ваших сводках? В структуре преступности оно имеет место быть и при нанесении тяжких телесных повреждений, и преступления, совершенных на бытовых мотивах. Соответственно, возможно, переделка, как я сказал, путем спиливания ствола, приведения его в так называемый обрез. Ну, где-то, наверное, процентов 40 в структуре преступности таких преступлений с использованием гладкоствольного оружия мы имеем. И в завершении расскажите, пожалуйста, что такое добровольная сдача оружия, как оно происходит, ну и, собственно, зачем вы это делаете? Здесь акцентировал бы внимание, во-первых, лицо, любое, даже хранившее любое огнестрельное оружие, сдавая его правоохранительные органы или Росгвардию, освобождается от уголовной ответственности. Это первое. И второе, может получить реальное денежное возрождение, которое предусмотрено постановлением номер 210 губернатора Краснодарского края на 2020 год, смету которого возложена сумма более миллиона рублей. За одну единицу боевого огнестрельного оружия человек может получить 10 тысяч рублей. Такая же ситуация обстоит с различными веществами, взрывными устройствами, то есть мины, снаряды, в том числе и так называемая эхо войны, которая находится у нас в земле. Лица, которые это находят, нежелательно использовать их в качестве основания для, например, каких-либо слесарных инструментов, поскольку это жизнеопасно. Конечно, необходимо сразу эти вещи сдать. Механизм очень простой. Если это снаряд или мина, то необходимо сделать незамедлительно звонок 020, дождаться сотрудников полиции Росгвардии. Соответственно, потом происходит процесс разминирования. Вызываются взрывотехники. Если это штатный боеприпас, то это сотрудники Росгвардии. Если это самодельное взрывное устройство, то, конечно, будет использоваться иное спецподразделение ФСБ. Спасибо вам большое за разъяснение. Надеюсь, работы у вас будет поменьше. Будем надеяться. На Кубани осудили 19-летнего отца-убийцу. Рассмотрением уголовного дела занимались сотрудники регионального следственного управления по Крымскому району. По версии следствия, юный подозреваемый лишил жизни своего 54-летнего прародителей за давние вражды. Родные люди не могли найти общего языка практически всю жизнь. Родственники делили жилища и не пытались скрыть неприязненное отношение друг к другу. В один из вечеров оно достигло своего апогея. Отец начал предъявлять своему отпрыску претензии. Тот не выдержал, пошел на конфликт. А когда аргументы закончились, пустил в ход холодное оружие. Сын нанесил удары в область грудной клетки. Когда осознал, что натворил, отвез истекающего кровью отца в больницу. Несмотря на нахлынувшее прозрение, молодого человека задержали. Врачи насчитали на теле пострадавшего почти 10 ножевых ранений. Решением суда его сыну назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы. Их преступник проведет в колонии строгого режима. Однако у стороны защиты еще есть время обжаловать это решение. Приговор пока не вступил в законную силу. На сегодня это все криминальные новости. Поздравляем мужчин с наступающим днем защитника Отечества. Хороших вам выходных. Проведите праздники так, чтобы никогда не отметиться в сводках правоохранителей. Увидимся на следующей неделе.